Как поступить в Московский Политех в 2022 году? В Московском Политехе тебя ждет более 100 образовательных программ по самым востребованным профессиям. С образовательными программами и количеством мест ты сможешь ознакомиться на сайте Московского Политеха в правилах приема приложений 2.4 и 3.2. В 2022 году бюджетных мест на бакалавриат-специалитет 2460, магистратуру 353 бюджетных места. В Московском Политехе ты сможешь выбрать 5 направлений подготовки или специальностей. Для поступления тебе потребуются следующие документы. Паспорт или документ, удостоверяющий личность. Документы об образовании. СНИЛС при наличии. Ты можешь предоставить дополнительные документы при наличии. Документы, подтверждающие особые или преимущественные права на поступление. Индивидуальные достижения. Документы ты сможешь подать через личный кабинет абитуриента на сайте Московского Политеха, через портал Госуслуг, лично или через законного представителя по доверенности, через оператора в почтовой связи. В приложении 2.1 и 2.2 к правилам приема ты можешь узнать, какие результаты экзаменов требуются для поступления и минимальные баллы. Важно, для подачи документов на бюджетные места и на платные минимальные баллы разные. Почти на каждом направлении у тебя есть возможность выбора предмета. Например, 20.03.01 – техносферная безопасность. На данном направлении тебе потребуются результаты по русскому языку, математике, и на выбор ты можешь предоставить результат по физике или по химии. Если ты поступаешь после школы при подаче заявлений, укажи действующие результаты единого государственного экзамена. ЕГЭ действует с 2018 года. Если ты сдавал и физику, и химию на направлении, где учитываются данные предметы, у тебя автоматически будет выбран лучший результат. Если ты поступаешь после колледжа, сдавай ЕГЭ и внутренние вступительные испытания. По итогу ты сможешь выбрать наилучшие результаты из имеющихся. Творческие вступительные испытания обязательны для всех. Для поступления в магистратуру необходимо будет обязательно сдать внутренний вступительный экзамен. После завершения приема документов и окончания всех вступительных испытаний тебе нужно будет определиться с выбором. Для принятия решения посмотри рейтинг абитуриентов на сайте Московского политеха. Так ты сможешь отследить свое положение в конкурсе на каждое направление. Для участия в конкурсе тебе потребуется подать заявление о согласии на зачисление. Данное заявление ты сможешь подать только на одно направление подготовки или специальность и на одну форму обучения. Ты можешь подать согласие на зачисление пять раз. Но участвовать в конкурсе одновременно в двух вузах или на нескольких направлениях невозможно. Будь внимательным при выборе. Как проходит конкурс на бюджетные места? Сначала проходит этап приоритетного конкурса и зачисления для тех, кто поступает по особой квоте, по целевой квоте и без вступительных испытаний. Далее проходит основной этап. Это конкурс и зачисление на все оставшиеся места по общему конкурсу. На платные места конкурса нет, а количество мест расширяется в зависимости от желающих. Для поступления на платные места тебе необходимо набрать минимальные баллы по каждому предмету. Также подать заявление о согласии на зачисление. Заключить договор и внести оплату за один семестр. После того, как ты подтвердишь оплату чеком, жди приказ на зачисление. В Московском Политехе есть 10 общежитий. Если ты иногородний абитуриент, зарегистрированный за трассой А-107, укажи, что тебе требуется общежитие при подаче документов. После поступления ты обязательно получишь место в общежитии. По вопросам и дополнительной информации обращайся в приемную комиссию, по номеру телефона, через форму обратной связи на сайте, по электронной почте и во всех официальных сообществах Московского Политеха. Следи за нашими видеоинструкциями по поступлению на YouTube-канале Московского Политеха.